Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Я ее ведущий Валерий Седов. Старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-решительной работы, майор полиции, громада Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, вот 20 августа у нас стартует сезон охоты. Какие основные правила должны, помните, знать охотники? Ну, во-первых, стартует у нас сезон так называемой осенней охоты. До этого проводилась у нас весной сезон весенней охоты. С 20 августа, помимо начала сезона охоты, сотрудники лицензионно-решительной работы совместно с охотинспекторами будут проводить профилактические рейды в охоту-водиях на предмет соблюдения законодательства в сфере оборота оружия и в сфере охотничьих ресурсов. Какие правила нужно знать охотникам, чтобы их охота прошла спокойно и хорошо? Охотник, находящийся в охоту-водниках, должен иметь при себе разрешение на оружие, охотничий билет и путевку в конкретный охоту-воде, то есть на добычу конкретного вида дичи. Запрещено у нас стрелять по информационным знакам и табличкам, которые вдоль дорог, например, расставлены. Также запрещено у нас производить выстрелы вблизи населенных пунктов на расстоянии менее чем 200 метров от ближайшего населенного пункта. В том числе запрещено производить выстрелы при плохой видимости, если ты не убедился, что целишься непосредственно в цель, ты ее видишь. И также запрещено загонять добычу с разных сторон. На какую дичь разрешена охота в этот осенний период и в каких частях Рязанской области? В частях, это у нас вся территория Рязанской области, сейчас нету разграничений, как в весенней охоте, там северный регион и южный. Единственный момент, охота, она объявляется не сразу на всю дичь, то есть с 20-го числа открывается на определенные виды, потом дальше еще добавляются, какие-то отбавляются. То есть она так будет постепенно на протяжении нескольких месяцев какие-то виды добавляться, какие-то убавляться. Такой важный момент, который вы уже упомянули, что именно сотрудники Росгвардии будут контролировать, как раз-таки как охотники проводят охоту. То есть у вас будут рейды как часто и в каких частях? Рейды будут проводиться на территории всей области. Как правило, будем проводить их основные дни охоты, так называемые, это выходные, суббота, воскресенье, пятница, вечер. То есть вот в эти дни будут проводиться массовые рейдовые мероприятия на предмет соблюдения законодательства в области оборота оружия и в области охоты. Давайте немного предостережем охотников. То есть вот стоит охотник, охотится себе и тут видит приближающих сотрудников Росгвардии. Как ему себя вести? Что нужно выполнять по требованию сотрудника Росгвардии? Что должен сделать сотрудник Росгвардии при приближении к охотникам, чтобы охотник убедился, что это действительно? Во-первых, все сотрудники лицензионной работы будут в форме на одежде. То есть как бы издалека человек будет уже примерно понимать, что к нему подходит какой-то представитель органов государственной власти. При подходе сотрудник представляется охотнику и показывает свое служебное удостоверение. По требованию сотрудника охотник обязан представить, соответственно, как я уже перечислил, то есть разрешение на оружие, охотничий билет, путевку в конкретный охотугодий, на конкретную дичь. Также инспектор может сверить номера оружия, которого охотник даст, с теми номерами и маркой, которые указаны у нас в разрешительном документе. То есть, соответственно, это тоже вам правомочен, охотник обязан предъявить и для осмотра оружия. У нас за прошлый охотничий сезон было выявлено 33 нарушения, что чаще всего нарушают охотники? Как правило, в основном спектре нарушений – это нарушения правил охоты, которые выявляют у нас охоты инспектора. Либо не на ту дичь охотится, либо не в тех охотничьих угодьях. Небольшой процент нарушений идет именно в сфере оборота оружия. В связи с чем у нас за период весенней охоты было изъято 3 единицы оружия за нарушения различные. А это вот за какие такие нарушения можно лишиться своего оружия? Находясь в охотничьих угодьях, запрещается находиться с оружием в состоянии опьянения, передавать оружие другим лицам, либо оставлять его без присмотра. Как часто бывает, одной компанией люди идут на охоту, все как будто друг друга знают и берут с собой также и лиц, у которых нет в собственности оружия. И они там, Вань, дай-ка мне там пострелять, тоже интересно. То есть, дают свое оружие пострелять, вот это вот запрещено. То же самое бывает, там вместе вроде сидят, оружие вместе сложились и разошлись. То есть, оружие бесконтрольное, может кто угодно подойти и взять, вот это тоже запрещено. Если изъяли оружие, как его получить обратно? И можно ли его вообще получить обратно? Тут все зависит от того, по каким основаниям было изъято оружие. Сейчас неприменительно конкретно к охоте. А в целом у нас оружие изымается, первое основание, если нарушены условия его сохранности. Если там на охоте, например, оставил его без присмотра, либо если на месту жительства хранится вне сейфа, либо сейф вообще отсутствует. Сломался, либо новый решил купить, старый выкинул, например. В данном случае оружие будет изъято, и его можно будет только забрать в том случае, когда будут устранены вот эти обстоятельства, которые препятствовали сохранности этого оружия. Например, новый сейф появился, человек придет, напишет заявление, мы проверим сейф на месте, все, тогда, пожалуйста, забирайте свое оружие, можете вы его хранить, соответственно, с условиями, обеспечивая его сохранность. Другие основания, у нас сейчас часто бывает в последнее время, происходит, к сожалению, смерть владельца оружия. То есть, он уже собственником не является, за сохранностью, то есть, у нас следит за сохранностью только владелец этого оружия, другие лица не допущены к нему. Соответственно, в данном случае мы тоже оружие изымаем у родственников, и его можно будет забрать уже, если родственники, соответственно, вступят в право наследования, оформят на него, соответственно, разрешительные документы. Либо, например, продадут его каким-то другим лицам, если им оружие уже без надобности. Соответственно, должен быть разрешительный документ. Вот то же самое, третий вариант, это если истекает срок действия разрешения, человек сдает добровольно оружие у нас, освобождается тем самым от административной ответственности, и он сможет забрать это оружие только в том случае, когда оформится новое разрешение. То есть, без разрешения человек не имеет права хранить оружие. Также бывают случаи изымаемые незарегистрированное оружие. То есть, был у человека какое-то ружье, там где-то он, может, его нашел, либо там тоже от деда, например, старое досталось, оно у нас нигде не зарегистрировано, по учетным данным нигде не проходит, является у нас незаконным в обороте. То есть, как правило, ну это там в каких-нибудь глухих деревнях, да, бывает они вот, и с ним выходят там пострелять. То есть, бывают случаи такие тоже, находили во время охоты, да, и такое оружие уже изымается и подлежит утилизации, то есть оно не будет возвращено, потому что оно в незаконном обороте у нас. Мы так много говорим об оружии, давайте все-таки упоминем, что 29 июня у нас вступили в силу изменения в законе об оружии. Какие это изменения? Прописали в законе об оружии, официально это закрепили на законодательном уровне, что оружие у нас является источником повышенной опасности. Раньше это нигде не было прописано, то есть, да, например, в разных спорных ситуациях, например, в судебных инстанциях нам приходилось, то есть, как бы доказывать, да, что у нас это вот оружие – это источник повышенной опасности, да, и к нему вот особые требования. Теперь вот все это, как бы, законодатель всю судебную практику собрал, да, изучил. Понятно, что вот эта вот норма, она будет направлена на ужесточение требований, к обороту оружия, поэтому вот и внесли такое понятие. Кроме того, у нас расширили, причем существенно расширили, перечень оснований, препятствующих к владению оружием. Например, вот добавили, что совершение тяжкого, либо особо тяжкого преступления, без разницы, когда оно было совершено, то есть, погашено, не погашено, то есть, просто если было совершено, то человек уже не имеет права владеть оружием. Также, если совершил средней тяжести преступления с применением оружия, то же самое, то есть, снято оно, не снятое, если были такие факты, то уже тоже человек не имеет права владеть оружием. Кроме того, добавили теперь у нас основание для аннулирования разрешения и изъятия оружия. Это совершение административного правонарушения, санкции статьи, которую предусмотрен административный арест. То есть, без разницы, какое было нарушение. Даже если человеку не был назначен административный арест, а может быть штрафом он ограничился или даже предупреждением, но по санкции статьи, то есть, он возможен административный арест, вот в таком случае тоже разрешение у человека аннулировать, оружие занимается по истечении того времени, пока он считается подвергнутым административным наказанием. Закон об оружии все-таки немного ужесточили, но вот это все, оно как добавляет работы или все так же в штатном режиме? Скажем так, в плане, скажем так, видов контроля, которые мы должны, проверочных именно мероприятий, да, у нас проверочных мероприятий теперь добавилось, но в плане загруженности особой нагрузки сильной такой у нас нет, потому что у нас действует на территории России так называемая система централизованного учета оружия Росгвардии. Специально была она создана, разработана для улучшения функции контроля за владельцами оружия, частными охранниками и частными детективами. То есть, благодаря вот этой вот базе, функционалу этой базы, мы в электронном виде посредством системы межведомственного электронного взаимодействия сейчас осуществляем информационный обмен практически со всеми органами государственной власти. И, соответственно, у нас практически полная информация по всем владельцам оружия имеется, чуть ли не в режиме онлайн. То есть, мы вовремя все узнаем, то есть, если есть основания, то, соответственно, аннулируем разрешение за моим оружием. Мы так много говорим об отделе лицензионно-разрешительной работы. Давайте скажем нашим зрителям, куда им можно обратиться как раз-таки по всем разрешениям, по всем своим вопросам. Куда им обратиться, по какому адресу или по какому телефону и по каким дням вы работаете? На территории города Рязани, Рыбновскому и Рязанскому району действует у нас единый центр оказания государственных услуг. Он находится в городе Рязань, улица Ленина, дом 46. Приемные дни для владельцев оружия – это понедельник-среда с 9.30 до 18.00, с часу до 2 перерыв. Для частной охранной деятельности, частной дезактивной деятельности – это вторник-четверг, тоже с 9.30 до 18.00, с часу до 2 обед. Дмитрий, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова